Ну а сейчас лекция Проблемы оправданительного коммунициативного подхода в учении школьников на уроках русского языка На данную тему меня натолкнула Алисина Дмитриевна Дейхина Когда я была в Москве на конференции И там выступали очень многие лингвисты Лингвисты, методисты По проблемам методики Преподавания русского языка И в частности Алисина Дмитриевна сказала Что при существующем современном коммуникативном подходе В обучении Очень часто упускается такая очень важная сторона Как когниция, когнитивная То есть познание И отсюда возникают многие ошибки И то, что в плане лингвистического В плане прописания Мы с детьми чаще всего остаемся на той же ступени Что и лет 30 назад Об этом показывают нам данные ОГЭ, ЕГЭ Различные тесты и прочее Ну что ж, начнем Итак Говоря о данной проблеме Мы с вами остановимся на нескольких моментах Вначале Само понятие Коммуникативные подходы Когнитивные подходы В обучении Потом Посмотрим результаты экспериментов Результаты ОГЭ и ЕГЭ И, собственно, если успеем Я надеюсь, успеем Какие Что предлагают лингвисты Ну, чтобы Немножко улучшить ситуацию с грамотностью Сегодня будем говорить о Уроке, о том, что мы сами А про грамотность Итак Механизм к модернизации российской школы Может быть неэффективным Если недостаточно Раздействуется Задействуется Такой ресурс Каким является Обучающий Воспитывающий Развивающий Тустрообразующий Для личности Потенциал учебного предмета Русский язык Без него Силу его на предметные функции Об этом писал еще Гуслаев Который Говорил о русском языке Как о предмете предметов Без него Представляется Трудно-достижимая Возможность Полноценного И качественного Образования Нового поколения Школьников В соответствии С общенациональными Интересами А также Интересами Самих молодых людей И в будущей Социализации Обществу нужны Образованные Люди Нравственные Прекинчивые люди Способные принимать Самостоятельные решения Ситуации Выбора Осуществлять Этот выбор Осознанно Об этом Нам Говорят Стандарт Об этом Нам Говорят Установки Которые Преществуют В современном Обществе Научные Научные Поиски Постановка Новых Программ Гитлер Преподавания Русского Языка Детерминируется Во-первых Социальные Заказы Которые Среди Школы 21 века Формировались Инвестициональные Правы Конституции Современными Научными Знаниями О Человеке И его Речевой Деятельности Которые Дают Возможность По-новому Слинуть На Многие Нерешенные Проблемы Обучения И Изменившими Социо-культурными Условиями Которые Прикликают Процесс Развития Коммуникативных И Когнитивных Структур Незаконной Личности Современного Школьника То есть На Первый План Многими Металисиями Подвигается Когнитивно-коммуникативный Подход Обучения Вначале Обратимся К Понятию Коммуникативный Коммуникативный Коммуникативная Направленность Обучения Была Первоначально Сформирована В Методике Иностранных Языков Известно Как Принцип Личевой Направленности Обучения Чуть позже Этот Подход Стал Применяться И В Методике Обучения Росскому Языку Как Родному Коммуникативный Подход В Методике Прикодавания Русского Языка Как Родного Утвердился В 90-е Годы 20-х Столетия Он Актуализируется Средизмой Системы Целеполагания Развлечения Русского Языка В Средневной Школе Об этом Говорили Беслова Об этом Говорил Шанский Об этом Говорил Рюбова И Многие Другие Металисты И Этот Подход Означает Коммунирование Коммуникативной Компетенции На основе Лингвистической Языково-культуралической Компетенции Главной Целью Обучения И Объектом Контроля Становятся Умения Разных Безапричевых Деятельностей Объектом Русского Языка И В соответствии На сайте Представлено Что в соответствии С коммуникативным Подходом Обучение Языку Должно Учитывать Особенности Реальной Коммуникации А в основе Процесса Обучения Должна Режать Модель Реального Общения На следующем Говорит Все Представлено Однако Принцип Коммуникативной Направленности Обучения Может Не принести Желаемого Результата Если его Реализация Происходит В отеле От принципа Когнитивной Направленности Обучения И В настоящее время Доказана Необходимость Синтеза Коммуникативного И когнитивного Принципов Обучения А Коммуникативно-когнитивный Подход Или Когнитивно-коммуникативный Подход Рассматривается Как Отличительная Особенность Об этом Начали Стали Говорить В методике Преподавания Иностранных языков О том же То же самое Приходит И методике Русского языка Само слово Когнитивный Обратите Что человек Это не Машина Которая Съехать И механически Реагирует На внутренние Факторы И события В внешнем мире Напротив Разума Человека Доступно Больше Человек Способен Анализировать Информацию Это реальная Реальная Действительность Секривайте Сравнение Принимайте Решение Решать Проблемы Которые Стоят Перед Каждую Минуту Швейцарский Сихолог Жан Пиаже Который Поставил Перед собой Задачу Каким образом Человек Познает Реальный Мир Изучал Закономерности Развития Мышления У ребенка Пришел К поводу Что Все дети Проходят В своем Развитии В определенных Этапах И Они Проходят Эти Этапы По Одной И той В одной И той Последовательности Развитие Интереса Ребенка Происходит В результате Постоянных Поисков Равновесия Между тем Что ребенок Знает И тем Что он Стремится Познать Когнитивный Поход Психологии Исходит Из Понимания Человека Как Понимающего Анализирующего Поскольку Человек Находится В мире Информации Которую Надо Понять Это Все На слайде Представлено И Когнитивный Поход Подчеркивает Что Интеллектуальные Или Подчеркивает Леяние Интеллектуальных Мыслительных Процессов На Поведение Человека Так Джордж Келли Один Из Основателей Когнитивного Направления Психологии Считал Что Человек Любой человек Это Своебранный Истердитель Который Стремится Понять Интерпретировать Который Стремится Развинить Контролировать Мир Своих Личных Переживаний Он Делает Основание Своего Опыта Он Строит Предположения О будущем Когнитивный Поход Основывается На Некоторых Положениях Во-первых Развитие Рождение Является Неотъемлемой Составной Процесс Обладение Языком Во-вторых Учащиеся Должны Являться Активными Участниками Процесса Обучения И Треть Процесс Обучения Относят Не только Личностно Но и Социально Обусловленный Характер Признание Тесной Взаимосвязи Когнитивного И коммуникативного Аспектов Дречевой Деятельности Основывается На единстве Двух Основных Функций Человеческого Языка И В этой связи Следует Отменить Что Если Первоначально Приоритетную Роль Играла Коммуникативная Функция Языка Язык Это важнейшее Средство Человеческого Общения То В последнее Время На первый План Двигается Исследование Языка Как Средство Изучения Познания Как Средство Изучения Как Средство Познания Как Средство Ментальной Деятельности То есть Деятельности Человеческого Сознания И в настоящее время Учинное признает Что Когнитивная Функция Языка 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 Базовая И что Ясматриваю Коммуникативную Когнитивную Функцию В качестве ронаправных И Взаимодополняющих На слайде приведено мнение Трояновой, которое говорит о том, что характер взаимосвязи когнитивного и коммуникативного объясняется тем, что коммуникация невозможна вне когниции. Когнитивный уровень – это смысловый уровень сознания, который представляет речевую деятельность в виде набора умений как обобщенных образов действий. Коммуникативный уровень – это постановка целей общения, намерения, говорящего, готовность к объектам выбора языковых единец в соответствии с ситуацией общения. Стремление к познанию и пониманию является когнитивной потребностью к человеку. Реализация когнитивной потребности не сводится только к приобретению новой информации. Она имеет отношение и к пониманию, и к систематизации, и к анализу фактов, и к выявлению взаимосвязи между ними, к построению некой новой упорядоченной системы, в которой стремление к познанию всегда предшествует стремлению к пониманию. И некоторые ученые придерживаются мнения, что когнитивные аспекты обрадают приоритетом надкоммуникативными, поскольку такие когнитивные процессы, как память, внимание, мышление, воображение, активизируют речевую деятельность и обеспечивают функционирование языковой системы в субъектах общения. Сегодня проблема когнитивного и коммуникативного потенциала обреченности школьников в средствах обучения родному языку относится к числу актуальных, но недостаточно разработанных методов преподавания узкого языка. Это касается исследования таких факторов, как принципы, методы средства обучения. К числу разработанных вопросов относится к использованию когнитивного и коммуникативного потенциала письменной речи. В процессе обучения языку и грамотности школьников нужно учить мыслить, обучать мыслительным операциям, а мы писали уже давно, конечно же, мечтали новым. А мы писали такие ученики, как Рождественский, Алгазина, Текучон, Баран, Позумовская и многие другие. Здесь можно много перечислять. И в 60-80-е годы прошлого столетия Богояринский, исследователь психологических основных освоения орфографии, утверждал в своей работе, что умению думать необходимо учить. То есть обучать приемы и способов этой работы на уроках русского языка. В 80-е и 90-е годы 22 века, в связи с постановкой вопроса о том, что учащиеся при усвоении правописания должны овладеть способом действия, в методике активно разрабатывалась психологическая теория поэтапного формирования пустынных действий. Актуализировался деятельностный подход. Анализируя глупые ошибки учащихся, Босинков констатировал, что обладение правописанием в определенной степени является показателем умственного развития, а ошибки без следствия не устойчивого внимания, неразвитой памяти, сниженной речевой активности, слабых навыков чтения. И основная причина неудач учащихся в письменной речи – это отсутствие системного речевого мышления в области синтоксиса, в области пунктуации. То есть в основе неудач письменной речи лишат ошибки когниции, лишат неразвитие когнитивных механизмов – мышления, внимания, воображения. И вот здесь можно обратиться к результатам экспериментов, которые были проведены в Бурятии, которые были проведены учеными, методистами, совместными с учителями, конечно, школ в европейской части России. И в ходе эксперимента учащиеся отвечали на вопросы анкеты. Первый вопрос – как Вы выбираете написание слова, в каком вход Вашей мысли при этом? Второй вопрос – чем Вы объясняете свои археологические ошибки? Ну и в принципе то же самое – как Вы мыслите, когда Вы оставляете знаки пропинания, и чем Вы объясняете свои фунтуационные ошибки? Четыре вопроса. На слайде приведены варианты ответов, уже обобщенные, систематизированные. И вот обратите внимание, в результате обобщения этих полученных результатов, полученных сведений, выявилось четыре любопытные стратегии. Первая стратегия, ее можно обозначить как «особный выбор», которые осуществляют ученики, то есть это 23, ну можно сказать, почти 24% учащихся, которые знают правила, думают и пишут правильно. И почти 26% – это те, которые думают, как и почему, и где нужно ставить знаки пропинания. Соответственно, у них получается развито рационально-логическое мышление. Интерес представляет вторая стратегия, то есть полное отсутствие выбора, действуя на руках. Конечно же, эта стратегия ведет к неминуемым ошибкам. Так ответили 9,5%, которые отвечали на вопросы по орфографии, и 1,5% по пунктуации. Проценты небольшие, реальные цифры, конечно, у нас больше, то есть пишут ученики хуже. Но это понятно, что те ученики, которые практически всегда делают ошибки, да, то есть в данном случае это бессознательное, это стихийное мышление. Интуитивные юры, то есть пишу по интуиции, ориентируюсь на интуицию, отчитают, видно, да, процентовку. И не вполне осознаваемые, спонтанные юры – четвертая стратегия. То есть вспоминаю правила, но пишу, как мне кажется. Вот эта стратегия весьма часто реализуется в ответах учеников, и наверняка своих учеников, когда мы спрашиваем, задаем подобные вопросы. Нередко возникает та же самая ситуация. Или когда, то время, допустим, те же самые тестовые варианты ИГО в школе, да. Вот так правильно. Я же хотел так написать, я же думал, что так, да. Написал вот так. Почему написал по-другому? Ну, не знаю. Показалось, что так правильно, да. И в данном случае таких учащихся немало. И это так называемое федеральное мышление. Федеральное мышление – это термин Никитина. Что оно означает? Федеральное мышление, оно ориентировано на, написано на непреложный мир опыта. То есть такие дети стремятся по-своему объяснить какой-то факт, по-своему постигнуть его, по-своему интерпретировать. То есть федеральное мышление представляет собой способность человека по-своему интерпретировать то, что он недостаточно хорошо знает, то, в чем он не уверен. Вследствие чего выдвигает свои доводы, чтобы оправдать какие-то предпринятые действия. Чаще всего, конечно, подобное мышление ведет к ошибке. Чаще всего. Хотя иногда, действительно, у нас работает подружная конкурсия, и человек правильно пишет, человек правильно отвечает на тестовые вопросы. Отвечая на вопрос по затруднениям, пригубая написание слов, учащийся задавал себе такой вопрос. Учащиеся указали на такие факторы, как «Почему возникает ошибка?» Потому что я не знаю правила по графику и по актуации. Потому что вследствие невнимательности. Вследствие, кстати, обратите внимание на плохое объяснение правил учителя, сетует всего 4%. Что неудивительно, конечно же. То есть ученики, слава богу, винят в своих бедах не учителей, а самих себя. Невнимательность или незнание правил кархографии. Из традиционных факторов, естественно, в этом нет ничего нового. Слабарные слова, безударные гласные, приставки, предчастия, наречия, одноугольное «э», и, конечно же, про описание неизвестное, раздельное написание. Это традиционно трудные темы. В про написание традиционно там делаются ошибки. Разумовская, еще в 80-е годы, анализируя характер ошибок, писала, что безударные гласные, казалось бы, эта тема, начинает изучаться в начальных классах. Но к выпуску у многих школьников, и мы с вами, друзьями, как преподаватели, учителя с тем же самосталкиваются. Естественно, учителя с тем же самосталкиваются. К выпуску многие учащиеся, к сожалению, казалось бы, не очень сложные темы, не могут овладеть. Причем, обратите внимание, первые четыре темы – это слова «вне слова», безударные гласные, чередующиеся гласные, по описанию приставок «при» и «при», ошибки там чем объясняются? Это же все семантические ошибки. То есть, если я знаю, что это безударная гласная, умею ее определять, умею подобрать проверочное слово, то слова с проверяемыми безударными гласными я напишу верно. Если я знаю значение приставки «при», «при», в каких случаях, да, какая семантика, ну, то и у меня приставки, я, конечно, это слово напишу правильно. То есть, связанное с качеством и количеством лексикона самого учащихся, как я уже сказала, семантизации. И широта лексикона здесь влияет на поиск нужного слова для формулирования мыслей, обеспечивая действие механизма эквивалентных замен. Анализируя свои затруднения при написании сочинений и изложений, 12% учащихся угадали на то, что почему допустили ошибки, потому что не знают значения. Кто-то сказал, что плохо знают правила. А кто-то, 3% школьника, называя трудности, относили орфографические правила к конситуационным и, наоборот, то есть свидетельствуют о полном мире лечения ими, орфографии и конситуации. И в стратегии выбора, которые ведут к ошибочному оправлению текста, это срывы в речевой деятельности, поскольку точность выбора определяет ее успешность. И ошибки выбора, как я уже сказала, детерминированы фидеем мышления по терминологии Никитина. Далее, поскольку речь зашла о грамотности, поговорим об этой проблеме, о проблеме грамотности, о проблеме речи, а именно письменной речи. Письмо, как гениальное изобретение человечества, во многом определившее судьбу его дальнейшего развития, как орудие культуры, как средство воплощения, рождения мыслей, вытесняется в 21 веке, то есть сейчас, да, вытесняется иными орудиями культуры. То есть это у нас что, компьютер, это телевизор, это мобильный телефон и так далее. И зачастую ребенок еще не обучен писать, то есть еще не знающий, не умеющий читать, не умеющий писать, уже умеет пользоваться компьютером, конечно, слова набирать не умеет, но на кнопки нажимать не умеет. И получается подарок не книгу, как это было принято и раньше, а какую-то электронную игрушку. То есть изменяются условия, в которых формируются графические навыки и параллельные умения. И речевая среда в школе и дома сейчас, конечно же, иная чем 30 лет назад, да, пожалуй, чем даже 10 лет назад. 10 лет назад еще не уселдили компьютерами, не уселдили мобильные телефоны. И вот об этом пишут нейрофизиологи. Они очень обеспокоены изменениями вот этих условий, когда мелкая моторика не развивается. Нейрофизиологическая основа навыка связана с тонкой моторикой, которая необходима для изображения двух знаков в письме. Но современный школьник в меньшей степени владеет и учебным, например, в судне, да, беседящим, когда мы были детьми. Современный школьник меньше читает, известно, да, меньше заучивает, навизует стихи и прозы. И поэтому ему труднее устроить речевые эталоны нормы, труднее впитать их, так как его речеводческая система не активизируется в должной мере. У него меньше слуховых, зрительных восприятий, образцового речи, а значит меньше скрытой и полной артикуляции. Значит недостаточно задействовать воображение эмоций, мышления, внимание, долговременная память, речевая память и так далее. Его развитие происходит в условиях такой речевой среди, в которой нарушаются и размываются нормы культуры. Принцип координации устной и изменной речи зачастую не находит должной реализации современной практики преподавания русского языка в средней школе, так же, как и комплексный анализ текста. Утрачивается хорошая традиция учительные выстречи и прозы, таким образом развивать айт учащихся. Нейрофидеологи пишут о том, что в процессе обучения следует активизировать факторы и черепаники, опираться на эмоциональное восприятие, использовать ритм. Это создает благоприятные условия для успешного развития школьников. Это обеспечивает гармонизацию функций левого и правого полушария. В современной школе гармонизация функций левого и правого полушария способствует смысловое восприятие, способствует заучиванию истеков. И, как полагает сиротюр, нельзя переоценивать роль левого полушария. Левого полушария, естественно, включает за логическое мышление, правое за творческое. Говорят о том, что школу зачастую, и не только сейчас, а вообще зачастую, большее внимание уделяет, скажем, таким формам, которые, и таким упражнениям, которые активизируют именно работу левого полушария, то есть рационально. В этом, конечно, нет ничего плохого. Но и правое полушарие тоже нужно развивать, поскольку, по мнению французского ученого Саньера, обучая левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. Обучая правое полушарие, вы обучаете весь мозг. Из исследований нейрофизиологов известно, что более грамотными являются равнополушарные люди, которые обладают гармонизацией функций левого и правого полушария. Впоследствии от левополушарного обучения только левополушарного следует отнести неспособность детей практически действовать в определенной предметной сфере, о чем свидетельствует рассказывание, где стратегия формулируется так. Правила я знаю, но применять не могу. То есть здесь есть рассогласованность между тем, что уже имеет ребенок, человек, между коммуникативной потенциалом личности и ее коммуникативным фондом и умением воспользоваться этим коммуникативным фондом, поскольку у человека нет необходимых для этого, для того, чтобы воспользоваться тем, что он знает, нет необходимых коммуникативных умений. Результаты обучения и письменной речи согласно аналитическим данным ЕГЭ по русскому инку фактически подтверждают, что сложившиеся социокультурные условия не благоприятствуют развитию у выпускников школ умение создавать письменные тексты и грамотные их аппаратные. Хотя в последнее время, конечно, учителя на этом много работают, и если сравнивать результаты ЕГЭ, например, 10-летней давности, да, и 2015 года, уже на экране появятся эти результаты, конечно, они в 2015 году лучше. Во всяком случае, баллы за содержание сочинений действительно лучше. Но при этом сочинение, не секрет, что сочинение ЕГЭ мы пишем по шаблону, и то свободное сочинение, которое было раньше, в общем-то, оно сейчас редкий гость в практике обучения. Вот их не действует большие трудности при написании сочинений, как я уже сказала. Это касается недостаточно развития коммуникативных умений, не могут сформулировать мысль, не могут найти для ее выражения грамотные, правильные и форматические формы, трудно соблюдать лексические, драматические и другие нормы. Состояние практической грамотности, как умение оформлять текст в условиях свободного весьма, то есть при написании сочинений и заложении диктантов, как подчеркивали еще Баранов, Розумовская, свидетельствует о несформированности у космиков школы целого ряда когнитивных умений. Когнитивные умения обеспечивают внутренние процессы успешного движения от мыслей к слову. Письменные речи это ряд умений, которые связаны с внутренней речью. Они на доске на экране перечислены, я их зачитывать не буду. Эти указанные умения формируются на основе действия когнитивных механизмов. Это механизмы цели полагания, планирования, предвосхищения, выбора, контроля. И результаты ОГЭ и ЕГЭ как я уже сказала свидетельствуют о том, что например справочная часть у нас к сожалению продолжает западать. Здесь на слайде приведен график. Здесь понятно, приведены критерии акцент баллов за изложение и за сочинение девятых классов, это пятнадцатый год. И за грамотность у нас какие критерии отвечают? Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Десятые уже грамматические нормы, одиннадцатые это речевые нормы. Первые три оценка содержания изложения, с четвертого по седьмой это оценка содержания сочинения. Об этом мы поговорить сейчас не будем, а вот седьмой рассылка. Смотрите, на графике видно, что восьмой, девятый, на графике видно, синим цветом показано количество не справившихся, то есть получивших наличие. То есть более тридцати процентов, более трети выпускников основной школы не справляются с орфографией и с пунктуацией. Хотя 60% мы с вами можем сказать, что справляются. И в данной паблице здесь приведены данные по годам соблюдения орфографических пунктуационных форм, это те же, что на графике. Вот они вы видите. По годам вы видите картину практически не меняется. Данные с 12 года по 15 здесь например 0 баллов в 12 году 33 и 33 процента остались в 15 когда-то варьироваться когда-то больше когда-то меньше. Но при этом 2 балла тоже получили третий выпускников. в 15 годах неко отрицательная гармония здесь присутствует. Если так конечно не называют, но тем менее. Это данные ОГЭ. Конечно ошибки, которые допускают ученики традиционные. безударные властные корни слова очень много. Это прописание личных окончаний главного, это несогласные частые речи. То есть в принципе все те проблемные места, которые сами ученики называют, мы с вами прекрасно знают. Это результаты ЕГЭ 2015 год, 11 класс. Результаты выполнения тестовой части здесь показаны только задания, демонстрирующие орфографические и правописные умения. Посмотрите, если по орфографии еще в тестовой части дела обстоят более-менее, вот у нас опять же не безударные гласные более 40%, то этот порог 60-процентности, который относительно комфортно считается, он не пройдет. То по пунктуации смотрите, только в сложно сочиненном предложении в тестовой части высокий процент выполнения. все остальные вопросы, все остальные вопросы, посмотрите, 50% в лучшем случае выполнены, что, конечно, не это результаты части письменной работы, сочинения. Здесь полностью все критерии. Нас с вами интересуют критерии ка-7, ка-8. Арфография и пунктуация. Опять же, по письменным мы с вами видим пунктуация. Те же самые почти 40% не справились. Правда, 60-процентный порог пройдет на выполнение. Но особой радости это не называет. То есть проблемы существуют, проблемы они есть, они всегда были и есть над чем работать. И что предлагают здесь методисты? Что предлагают здесь методисты? В данной части своего выступления я основываюсь на методике, которую предлагает Стрябина. Это методист из Рязани. Она последовательница многих методических школ. в частности ее научного консультанта была Алексей Дмитриевна Дерекина. И она предлагает конечно для многих учителей это не новое. Я знаю, что многие учителя применяют и подобную методику но в плане напоминания может быть. А для студентов в плане познания. Что предлагают методисты? Один из людей по которым можно пойти это модульная система. Модульная система. То есть структурирование материала в виде тематических модулей. Это отвечает идиотическим, психологическим, методическим требованиям к организации обучения русскому языку на обобщающем этаже. То есть имеется ввиду старшие классы 10-11. Структурирование по утверждению палитры является своем правом способом придания материалу дополнительных смыслов за счет актуализации привычных логических связей и ассоциаций. В современных исследованиях модуль рассматривается как основная система продающая лингвометаллическая единица обучения, которая используется для модернизации и активизации познавательной деятельности учащихся создания зоны приближайшего культивного развития. И каждый модуль является своеобразной дробью целого. То есть в нем отражается языковая система, отражается русское правописание. Обучение на основе модуля организуется в три этапа. Первый это информирующая часть, второй это методическое руководство тренингом и третий это контролирующая часть, то есть контроль усвоения учебного материала и самостоятельной работы учащихся. Особая роль в процессе обучения относится методическому руководству тренингом по усвоению способов действия, стратегии выбора описания и контроля. То есть учащиеся учатся мгновенно опознавать в тексте архограммы, культограммы, какие-то ломатические факты, учатся мгновенно дифференцировать эти факты, раскидать их текстообразующую, текстоотформляющую роль и так далее. Цельсообразность применения модуля по мнению методистов позволяет целесообразность заключается в том, что модули позволяют системно обобщить основные правила архограммы и конситуации. Во-вторых, они позволяют облегчить учащихся в процессе письмо по их грамматических условий, чтобы сознательно выбрать то или иное написание, правильное написание и осуществить самоконтроль. И в-третье, получить старшекладнику одновременно решать археологические и культурационные задачи. На экране приведен только один модуль. Предлагается разбивать учебный материал на четыре модуля. Четыре модуля в десятом классе, четыре модуля в одиннадцатом классе. На экране приведет только один модуль. Модуль имя прилагательное. Он дается в десятом классе. Не знаю, видно или не видно, разнуты на него. В эту тему обладает имя прилагательное большим обучающим и развивающим потенциалом. И задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть учащихся возможности прилагательного, научить использовать их письменные речи, сформировать взгляд на прилагательные как на один из способов, как на форму воплощения мысли. Конечно же, линия развития речи при этом не выпускается. Здесь много упражнений на развитие речи, в частности, произведите речевический анализ текста по плану, и дается план достаточно подробный речевического анализа, в котором указываются текстовые признаки, в котором формулируется основная тема, проблема, мазок, главные текста, типс, и дичь, и так далее. При организации процесса формирования грамотности на основе тематического модуля следует учитывать факторы. Во-первых, систематизация трудных арклубротических тем, но в частности, в модуле горит, допустим, продащие имя прилагательное, Также про описание существительных и отличий их от производных предлогов, про описание ОЕ в именах существительных и многие другие. Также предполагается систематизация трудных пунктурационных тем, в частности, обособленное согласованное определение обособления приложений к теме, между подлежащими скандинами, запятая перед союзом и сложным предложением и многие другие. Считается, что на заключительном этапе обучения, то есть в 10-11 классах, целесообразно используют 4 группы упражнений, расположенных в определенной последовательности. Во-первых, это специальные упражнения, во-вторых, это синкретичные упражнения, в-третьих, это тротики упражнения, в-третьих, это корректирующие упражнения. Упражнения, конечно, могут быть разного характера, но, как я уже сказала, я в данном докладе использовала материалы с крябленой, поэтому она рассматривает различные виды диктантов. И к специальным упражнениям, цель их коррекции, восполнения недостающих знаний, основная цель, все остальные на экране вы видите. И вот среди вознаградных видов специальных упражнений выделяются различные виды диктантов. Это мини-диктант, это объяснительный диктант, это зрительный диктант, разученный и многие другие. Что касается мини-диктантов. Мини-диктант, это не сокращенная версия обычного диктанта, а это специальное упражнение, с помощью которого нужно одновременно решать несколько задач, обеспечивающих систему формирования грамотности. Обогащение новыми словами, это тренинг для закрепления автографических написаний, это тренинг для закрепления трудно-консультационных написаний. И это один из способов установления обратной связи с каждым учащимся на каждом этапе урока русского языка. Мини-диктант, если его проводить систематично, то опыт учителей говорит о том, что мини-диктант дисциплинирует учащихся, заставляет их постоянно готовиться к занятиям, поскольку именно этим упражнением традиционно открывается каждый урок, и поскольку каждый труд ученика будет обязательно оценен. Мини-диктант вписывается в любой урок русского языка, какая бы тема ни изучалась. Какая бы тема ни изучалась, его использование позволяет интенсифицировать настоятельную работу учащихся, поскольку особых затрат для его подготовки и проведения не требуется. Он включает около 40 слов, среди которых непроверяемые, труднопроверяемые написания, 23 предложения по запланированным на документационную тему. Пример мини-диктант привели на слайде. Как видите, что здесь в начале идет перечень слов-словосочетаний, причем это мини-диктант по теме прописания одной удвоенной лиминат-прилагательной, но этот диктант сопровожается улупленным изучением способов обосновления классичного языка. То есть, посмотрите, состоит из двух частей. Первое – это перечисление слов-словосочетаний, и заодно повторяется не только одна удвоенная, но в частности приставки, проописание твердого мягкого знака, проописание и их приставок, и многое другое. И по второй части – это обособленное определение повторяется правило. То есть, на основе мини-диктанта можно порциями усваивать очень сложное афрографическое и пунктуационное написание. Далее. Выборочное письмо. Выборочное письмо можно отнести к эффективным упражнениям, которые формируют сознательные стратегии выбора. Выборочное письмо у местных вкладов учащихся сразу после демонстрации условий дифференциации смешанных явлений на этапах закрепления и обобщения материалом. Выборочное письмо может сопровождаться анализом структуры предложений, способом выражения авторских членов, то есть назначения функции. Оно создает благоприятные условия для формирования умений осознавать признаки обособленных членов предложений, различая их. У Павлова предлагает методические пути для раскрытия учащихся точных свойств всех обособленных членов, среди них споставление исказуемого со значением основного сообщения и обособленных членов предложений со значением добавочного сообщения. У нас в частности приведены два предложения. Принетел большой, принетел балл на его, большой любитель пичек снимить. И второе, останавливаясь, прислушиваясь просто кушкой, белой грудкой, благоценной полугой, поставленной для верности вверх. В данном случае, как видите, на примере второго предложения одновременно представлен ряд однородных членов, среди них обстоятельства и согласованное определение. И учащиеся членят это предложение на несколько. И таким образом видят эту добавочную функцию второго сказуемого, которая присуща 9-й части. И сопоставление синтактических функций сказуемого и второстепенного сказуемого помогает учащийся сознательно воспринимать указанные синтактические явления. Большой обучающий серый обладает объяснительный диктант, который, конечно же, все учителя применяют. Он делает весьма продуктивные работы ученика по закреплению, по систематизации, по семантизации большого количества правописных умений. И данный диктант, конечно же, целесообразно проводить на этапе обобщения конкретно изучаемой системы, на этапе повторения, заключением всего курса. Для развития когнитивных структур личности, то есть для развития памяти, мышления, внимания, воображения, большую пользу приносит такие виды диктантов, как зрительный разлученный диктант по памяти. Зрительный диктант целесообразно использовать для развития долговременной памяти, для развития чувств языка и для развития умений самоконтроля. Что такое зрительный диктант, вы прекрасно знаете, да? То есть ученикам дается текст, 5-7 минут они изучают, после этого текст закрывается, и уже текст небольшой, 70-100 слов, это в старших классах, средних, конечно, меньше объем. И после этого текст закрывается и диктуется в обычном темпе. После этого делается проверка, когда лучше, наверное, своим учащимся делается самоконтроль. Разлученный диктант тоже достаточно эффективен, если применять его для словарно-анфографической работы. Здесь учитель предлагает школьникам в качестве домашней работы как готовится к написанию словарного диктанта по заранее известному списку слов. Это непроверяемые слова, это труднопроверяемые, то есть слова, представляющие определенные трудности. Эти слова могут быть из учебника, могут быть из словарика, которые ведут сами учащиеся совместно с учителем, приблизительно 40 слов. Или, в частности, на доске представлен премию такого диктанта. Или можно составить заранее несколько вариантов такого теста. По данным словам 10 вариантов, 7 вариантов. И предупредить учащихся, что на следующем уроке будет проходить вот этот самый разлученный диктант. При этом не говорит о каком варианте. Пусть дома готовятся по всем, а там уж что покажется. Диктант по памяти также является эффективным упражнением, с помощью которого учащиеся готовятся к написанию сочинений, к использованию у них цитат, специальных заготовок по определенным темам. С помощью данного вида учащиеся постигают намеренность, как отличительное свойство письменной речи, необходимость соотнательной и целенаправленной подготовки к ней. Но вот в частности, в качестве подготовки к сочинению и рассуждению о научном подвиге выдающегося словеско-средневского, учитель дает задание. Подогнать 2-3 цитаты с оценкой деятельности ученого, подогнать 2-3, 2-3 сказания самого средневского, 3-3 аргумента для доказательства мыслей, что жизнь ученого — это подвиг во имя науки. Потом материалы обсуждаются в классе, отбираются лучшие, анализируются с позиции правописания, предлагаются вызаучивания, но и после этого создается текст. Вторая группа упражнений в классификации представляется, это специальные упражнения, а вторая группа — это симпретичные упражнения, то есть переходные, гибридные упражнения, в которых соединяется что-то. Они являются своеобразной переходной ступенью между специальными упражнениями и творческими. В старших классах особую значимость имеют диктанты, которые приближают ученикам к условиям написания творческой работы, то есть это свободный, это восстановленный диктант, это диктант по аналогии, а также диктант с языковым анализом текста. Конечно же, творческие диктанты, давно известные учителя, учителя их применяют, активно используют на свете дату обучения как в средних классах, так и в школьных классах, так и в старших классах. Творческий диктант может быть какого рода. Это может быть небольшой текст, составленный по аккорным словам, это может быть текст, который записан не в первоначальном виде, а из него изъяты какие-то синтетические конструкции, или, скажем, такой выхолоченный текст, то есть в нем дана подлежащая, сказуемая, какие-то определения, а те же самые причастные обороты деят, причастные обороты, различные обосновления, они изъяты. И задачи учеников являются, или заменены на сильные личные, задачи учеников произвести обратную замену. Текст для творческого диктанта можно давать двух вариантов, с пропущенными синтетическими конструкциями и полный текст. В ходе споставления, конечно же, ученики приходят к выводу, что полный текст более интересен, более познавателен. Из-за наличия в нем каких-то синтетических конструкций, продолжается работа с этим полным текстом, выписываются слова с трудными ортограммами, ведется анализ синтезиса, а после этого доски все стираются, или с экрана все исчезает. И учитель диктует вот этот выхлоченный текст, а ученики уже должны вставить те конструкции, которыми работали на уроке. Конечно, учитель делает паузу в своей диктовке. Свободный диктант также активно используется учителями. Это тоже некая переходная ступень от диктанта к изложению. Текст в этом случае прислабленный диктант, как вы помните, читается дважды, вначале в обычном режиме, второй раз по абзацам. Абзац читается, а ученики его записывают. Здесь уже учитель не повторяет по предложениям, ученики записывают, как они запомнили. Конечно, могут выпускать какие-то слова, какие-то конструкции. То есть текст пересказывается, как некое изложение. И назначение этого диктанта в том, чтобы закрепить правописное умение вместе с речевыми в взаимосвязи. После прочтения, говорится беседа, после держания текста. Восстановленный диктант это также переходная ступень от диктанта к изложению. После прослушивания и подобного анализа текстов производится учащимися по памяти. Диктант с языковым анализом проводится на основе текста, запись которого осуществляется не полностью. И здесь рекомендуется для нагрузения тексты неадаптированные, актерские, то есть художественные тексты, публицистические. Можно и тексты, в которых рассматриваются какие-то лингвистические проблемы. Например, текст, не включая информацию о знаках трепинания, о роли и конситуации в процессе обучения. В частности, на экране приведем пример такого текста. Это текст с пропуском названий знаков трепинания. По смыслу членники должны понять о каких знаках трепинаниях. Идет. Речь, то не того, по данному тексту удается задать, определить стих, определить тип речи, включить недостающие слова, озабавить текст, составить план этого текста, перечислить знаки трепинания. Третья группа упражнений это творческие упражнения. То есть, это уже собственно сочинение, изложение, лицензия, рефераты. Психологическое обоснование роли творческих упражнений в формировании грамотности принадлежит Когаевенскому. Ученник утверждал, что нельзя искусственно изолировать орфографию от произвольного письма в процессе обучения, поскольку человек натренированный исключительно в орфографических упражнениях никогда не сможет выработать живого чекья языка и правила для него станут чисто внешними драматическими рецептами. И современные исследователи, говоря о творческих упражнениях в процессе обучения узкому языку старших классов, применяют изложения сегментами сочинения изложения с драматическими заданиями, изложения миниатюры с грамматическими заданиями. Старших классов переставрано проводить изложения с элементами сочинения, привлекая кексы, которые упождают учащиеся в вымышлении. Это, конечно же, уже идет подготовка к второй части, к письменной части работы ЕГЭ. сочинения. может быть, фрагмент из словаря ставочника с крабцова культуры русской речи, там очень много проблем по культуре русской речи, и перед учениками ставится следующая задача. Озабравьте текст, определите главное умение содержат и изложите содержание. Выскажите свое отношение к проблеме. Когда они определяют тему проблему, это и есть как раз те основные моменты, над которыми мы работаем по содержанию в части написания сочинения ЕГЭ. И четвертая группа это корректирующие упражнения. Коррекция речевого опыта опирается на накопление историко-культурного багажа. Он связан с обращением кексикона. Выберут на ортографический грамот на практическом плане. Это значит уметь писать правильно около 10 тысяч так называемых трудных слов. В том числе слов с непроверяемыми государственными согласными и выгодными согласными. Написан и степа. И коррекция траектории собственной речи обеспечивается во-первых обогащением собственного рецептона, во-вторых обладением нормами употребления слов, и в-третьих самостоятельно работа ученика в этом направлении. Предлагаются следующие приемы работы. Анализ слух по составу, выписывание слов из текста, составление предложений с ровными словами, составление тематического словника, подбор отнутри слов, выписывание слов из архиатического словаря, ведение собственного словаря, этим логическим анализом, использование различных таблиц, составление алгоритмов, и прочее, и прочее, которые, конечно же, каждый учитель, работающий в школе, несомненно, все это, и многое из этого, конечно же, делает. Эффективными упражнениями для работы на трудно проверяемое и непроверяемое написание является, например, то, что представлено на доске. То произведение, которое изучается параллельно по литературе, берется в качестве анализа и на уроках русского языка. В частности, например, стихотворение «Грасного мышления и парадного подъезда» вы пишите слова, которые требуют этимологического анализа. анализа. И, говоря о в этой четвертой группе упражнений, упражнения направления на коррекцию, наверное, методически правильно будет иногда показывать ученикам отрицательные ошибки. Приведем пример диктанта. Конечно, его написал не ученик, его написал учитель, это из методического наследия учительницы корчиц, уже на русский язык в школе 66-й год. Здесь приведем пример диктанта, написанного от имени ученика. Как ученик его пишет, что в диктант включается, и вот последний, запомнить описание слов помогает составление. Это диктант, что хорошо. Включены очень многие, очень много трудных слов, да, и он насыщен от программы, поэтому, в принципе, его тоже можно такое упражнение применять. И, как я уже сказала, ученикам можно показывать, наверное, даже нужно показывать отрицательный опыт, чтобы они те же самые сочинения, диктанты с ошибками, чтобы они, конечно, при этом ошибки заранее не подчеркивали, чтобы они сами умели находить, сами видели, сами анализировали как содержательную струну, так и правоописную струну. Таким образом, когнитивно-коммуникативный подход постулирует важность когнитивной функции языка, на реализм с коммуникативной. Он позволяет развивать не только умение использовать знания и навыки в стиле коммуникации, но и развивать личность обучающегося, оптимизируя протекание когнитивных процессов, таких как память, внимание, мышление, в целом активизировать речевую деятельность учащихся, обогатить собственный социокультурный, дискурсивный, речевой опыт каждого обучающегося. Вот в кратком виде. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!